Мартин Король Марио Каратенуту, Карло Романо, Клелия Матания, Карло Бьянко, Нико Пепе, Анна Баси, Мара Берни, Валерия Мурикони и другие. Оператор Марио Кравери Композитор Пьеро Печони В платформе номер 6 прибывает скорый поезд из Домодоссовы. Мартин Король Не опаздывает. Да, матушка. Да, матушка. Да, матушка. Да, матушка. Да, матушка. Кваждая Таракла Кваждая Таракла В предстое автомобilia Но насильщикам более adequático. Спасибо. Пожалуйста. Катерина. Простите, сестра, я не видела ее целый год. Мы понимаем. Это за месяц. А это для церкви. Мы будем молиться за девочку. И за вас тоже. Спасибо. Через 15 дней девочка должна вернуться в интернат. Прошу вас не опаздывать. Не беспокойтесь, сестра. Вот вещи Катерины. Спасибо. До свидания. Где ты была? Далеко. Куда мы поедем? На море. Увидишь террации. Это прекрасный пляж. Хочешь пить? Может мороженого? Или конфет? Вот. Посмотри, что я тебе купила. Нравится? Да. Ты не рада снова увидеть маму? Рада. Умничка. Ну пошли. Держи. Это ваши вещи? Нет, нет. Что вы? Нет. Нет. Не за что. А где море? Ой, до него еще далеко. Завтра увидишь. А какое оно? Большое. Огромное. Оно похоже на перевернутое небо, полное воды. А вместо птиц рыбы. Его аромать не было. Да тут. Нез다른 птиц. Бного птицы. Он в описании пheit. Я дугля? étique. Это тоже тебе. Ну-ка, посмотри. Красивая? Вот так. Подожди. Сигарету, синьора? Спасибо, не курю. А никотин на пальцы? Я бросила. Дала обед. Простите, здесь свободно? Да. Как тебя зовут? Меня Сильвио. А тебя? Меня Катерина. Веди себя хорошо, Катерина. Извините. Вы не могли бы перестать курить хотя бы на минуту? Вы правы, синьора. Это последняя сигарета в нашей жизни. Последняя? Да, мы решили бросить курить. Едем на пляж, чтобы очиститься. Мы отравлены. Молодцы. Современная цивилизация – сплошная отрава. Алкоголь, табак, кино и политика. Почему ты не спишь? Не знаю. Молодцы. 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 И это все долой. Через 10 минут будем в террасу. Мы почти приехали. Вы тоже едите в террасу? Да, в первый раз. А вы уже там были? Нет, нет, мы тоже в первый раз. Поэтому вы такие оптимисты. А разве там не шикарно? Тут дело не в шике. Если рассказать правду, это будет кошмар. Но воздух-то хотя бы хороший? Был хороший. Что-что? Да, теперь из-за сточных вод кожевенных заводов уже больше не подышишь. А ночью еще и ужасная влажность. Пляж грязный, заброшенный. Ну да. О-ля-ля. Мне кажется, вы немного преувеличиваете. Извините, пожалуйста. В террасе муллеты я имею в виду. Да. Он спрашивает, водится ли кефаль, и можно ли ловить рыбу. Кефаль в террасе? Вы должны знать, что в террасе выгружают почти всю нефть Италии. И море все ей провоняло. И рыба вся уплыла. Понятно. Понимаете? Нет, он не понял. Ушла вся рыба. Нет больше. Куда? В Панторно. Да, в Панторно. Панторно? А это далеко? Первая остановка. Простите, а там хороший воздух? Если я скажу вам, что там живет Кестрино? Миллиардер Кестрино? Это тот с искусственным шоуком? Да-да, тот самый. Зимой и летом живет в Панторно. Hello, here. Панторно здесь нет. Так это же старый путеводитель. Чтобы вы знали, Панторно достался очень дрозный мэр, который за два года изменил все. Дороги, гостиницы, парки, промышленные истоки. Он сотворил чудо. Привез из Сан Рема Пальмы для набережной. Он даже удлинил пляж. Кстати, а кто нас заставляет выходить в террасу? Ну его. Берем чемодан и выходим. Пошли. Панторно? Носильщик? Какой свежий воздух. Йод, кислород. Даже соль в воздухе чувствуется. Спасибо. Мне уже лучше. Вот и отлично. Возьмите. До свидания. До свидания, сеньора. Пока. Пока. Как съездили, сеньор мэр? Прекрасно. Префект был очень любезен. Все подписал. О, здорово, чудесно. Еще я увел с поезда четырех гостей террасы. Это просто грандиозно. Еще два года работы, и в Панторно будет почти так же комфортно, как в террасах. О, да-да. А вы? Ай, гоу ту террасы. Пойдемте. Пойдемте. Есть свободный номер? Нет, все занято. Есть свободный номер? Ни одного, даже туалеты заняты. Но это дорогой отель. От других не осталось, дорогая сеньора. Разгар сезона. Оставьте, оставьте, сеньора. Мы внесем это в счет. Пойдем, детка. Вот так. Простите. Да-да? Мне бы комнату поменьше. Вам повезло, сеньора. Одна еще свободна. Проходите, пожалуйста. Прошу, мадам. Мой мальчик, что поделаешь? В пять утра я уже вскакиваю с постели. Разве это отдых, генерал? Тридцать летка жаром даром не проходит. Словно будильник внутри. Даже здесь слышу горн. Горн? Да, сигнал подъема. Вот мы и пришли. Позволите? Ветчину и инжир, пожалуйста. Да, сеньор. Прошу, располагайтесь. Вам нравится? Мило. Грандиозно. Восхитительно, если позволите. А, это графиня Адзура со своим секретарем. Графиня Адзура? Это что, в газетах отвечает на письма? Точно так. О, вот бы ее увидеть. Вы обязательно ее увидите, потому что она такой же посетитель, как вы. Вас беспокоит шум? О нет, тогда же веселее. Тогда удаляюсь. Тебе нравится? Да. Ты рада? Да. Пошли на море. Тебе нравится? Давай сначала разложим нашу одежду, и потом на пляж, ладно? А если бы девушки, которые тебе пишут, узнали, что графиня Адзура это ты? Тихо ты. Если про это узнают, я потеряю работу. Да глянь на себя в зеркало, посмотри, в кого ты превратился. Чудовище, что внутри, что снаружи. Мой опыт, как женщины, жены, матери и сестры, говорит мне, что человек, из-за которого вы страдали, однажды вернется. Ваша графиня Адзура. Вместо оскорблений лучше почитай мне письма. О, меня тошнит от твоей работы. Забирай машинку и уходи печатать на террасу. И побрейся, наконец. Посмотри на нее. Графиня Адзура, которая платит за безделье. Милый растерянный олененок. В молодости я любил одного лгуна. Однажды судьба пожелала... Вы обеспокоены, сеньор генерал? Нет, отчего. Думаете, будет война? Я еще не читал утренних газет. Милый растерянный олененок. Милый растерянный олененок. Чтобы не забронул zone гораздо быстрее. Сем New York немецкийaran улучшенный олено. Удивительный оилияк. Редактория вашей об этой友бовой прибыль. Милый растерянный олененок. Милый растерянный олененок. Нае амилите ее купить этим не relacionаться с днями. Мне достанна 11 гостяжко. Коррик Св reunion. КОНЕЦ 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 Кто такая? Не знаю, не видела ее приезда. КОНЕЦ Мама, что ты делаешь? Ничего, сейчас приду. Смотри-ка, какие красивые дамы! И какие изящные сеньоры! Светские уважаемые люди. Могут купить себе все, что душе угодно. Одежду, украшения и шоколадки. Когда вырастешь, тебе предстоит стать такой же сеньорой. Видишь их? Прогуливаются и все с ними здороваются. Мамочка, я хочу стать такой, как ты. Я не мешаю? Ну что вы, так даже веселей. Послушайте. Да-да. Я просто мечтаю познакомиться с графиней Адзурой. Хотела бы спросить у нее совета. Графиня Адзура отдыхает, ее нельзя беспокоить. Это не чепуха какая-то. Мне нужен ее совет по очень серьезному делу. Извините, но графиня Адзура не может давать советы лично. Это запрещено редактором газеты. Тогда извините. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро, сеньора. Доброе утро. Меню. А закуски? Нет-нет. А из напитков? Минеральной воды. Минеральной воды. Это графиня Адзура вон там? Да, это графиня Адзура. Пожалуйста. Послушай. Ветчину и инжир. Почему бы тебе еще и лифчик не снять? Ты же знаешь, что это запрещено. Будешь? Не хочется. Будешь клешинку? Не хочется. Может тебе сначала горячего бульона? Мороженого. Официант, мороженого с печеньем. Слушай, сеньор. Без печенья. Хорошо. Без печенья. Как себя чувствуешь? Прекрасно. А ты? О, великолепно. Совершенно не нервничаю. Кто эта дама? Только приехала. Вдова с ребенком. Спички. Дай мне спички, быстро. Они же у тебя. Они у тебя в сумочке. Быстро. Спички. Сью минуту. Держите. Скажи, что я дал. Хорошо. От сеньора Альбертоки занимается холодильниками. Верните ему. Сеньор Альбертоки просит вас их принять. Сегодня ствердый день. Сколько? Сто лир. Вот, спасибо. Возьмите. Спасибо. Пожалуйста. Вот мама. Прошу, сеньора. Спасибо. По-вашему, она мила? Даже черное платье может сказать многое. Должно быть, она в трауре. Мне сказали, что она вдова. Правда? Да. Возьмите, сеньора. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Официант, этот бокал грязный. Ну, вообще-то... А я сказала, грязный. По-моему, она наркоманка. Беда в том, что не платит. О, так, мне две. Четыре порции. Четыре порции. Спасибо. Четыре порции. Сегодняшняя молодежь не внушает мне никакого доверия. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры делал DimaTorzok Дай-ка мне Сейчас идеальный момент Ты что, не видишь, что он спит? Я знаю, что он никогда не спит, это ты спишь Говорю тебе рано Признайся, что боишься Боюсь? Еще как Ты что делаешь, негодяй? Что ты делаешь? Мне нужна бутылка Иди сюда Ты знаешь, что ты вылил пиво на 15 лир? Ой-ой-ой, можно идти Марш отсюда Не уходи далеко и осторожно переходи дорогу Ты чего задрал голову? Отец сказал, что мне скрывать нечего А кто у тебя отец? Он делает холодильники Альбертоки Куда ты идешь с этой бутылкой? К англичанам, знаешь их? Нет, пошли, познакомлю Субтитры сделал DimaTorzok И этот блохастый, он со мной Привет А, как дела? Так себе, тряпичный бизнес пошел у меня плохо Сколько? 200 лир Вот сюда Записываю их на твой счет Итого твой кредит 4500 лир Я начинал с меньшего Плюс доход 5% Что-то мало 5% Это отличная сделка Когда заработаешь солидный капитал, научу тебя давать деньги в долг под процент повыше Мне сказали, что я не должен тебе доверять Мы же равноправные партнеры Твои партнеры кончили плохо Посмотри, с кем он тратит время Вот и ни на что не годен Чего ты ждешь со своей колоссальной сделкой? Жду подходящего случая Промашка недопустима Здравствуйте, сестры Добрый день Спасибо Да благословит вас Господь О, он уже нас благословил У нас есть деньги, здоровье и все-все Хорошего дня Хорошего дня, матушка Какие новые схемы в планах? Комбинация с англичанами А, с этими каши не сваришь А в чем суть? Партия пустых бутылок Англичане и пустые бутылки Пока Пока Вот англичане Повернись Они такие же, как мы Все здесь? Вперед, шагомарш Все за мной Стой Мы на месте Идите вперед по одному Бутылки в руках А ты? Где твоя бутылка? Я тебе завтра принесу Ладно, пошли Смотри, смотри Два, три Масса, вот 30 бутылок из-под пива и газировки Вместе со вчерашними будет 60 Все целые? Да-да, все целые По 10 лир за бутылку будет 600 Да, 600 Слышишь шум моря? Да Держи, я тебе дарю Когда вернешься в город, сможешь послушать море Держи звезду О, смотри, морская звезда Звезда Звезда, звезда Сюда, здесь еще одна пещера Давайте, пошли быстрее Смотрите, как дымит поезд Катерина 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 Катерина, привет, Сильвио. Что ты здесь делаешь? Ничего, я гуляю. Умница. Ты даже одела купальник. Катерина! Катерина! Здесь, Катерина, здесь. У-у-у, вот сейчас придет мама. Катерина! Что ты делала? Ты вся мокрая. Как ты меня напугала. Ничего, здесь у огня она мигом обсохнет. Спасибо. Но почему ты сбежала, а? Почему ты сбежала? Потому что монахи не хотели увезти меня в интернат. А ты убежала, да? Да. Глупышка, никто не собирается увозить тебя в интернат. А знаете, если бы я не встретила вас в поезде, я бы не остановилась в этом месте. Почему? Вам здесь не нравится? Да нет, нам здесь хорошо. Еще бы отель не был таким дорогим. На отдыхе вы развлекаетесь и платите. Если не платят состоятельные люди, кому тогда платить? Ну да. Чтобы присылать чеки, есть мужья. Мой муж умер. О, простите. Это ваш, док? В Панторно все принадлежит миллиардеру. Уже с ним встречались? Старый сеньор в белом, живет в вашем отеле. А, я видела его издалека. Воришка, мерзкий воришка. Пошел ты. Верни мне 100 лир, хватит убегать. Стой. Эй, а ну-ка иди сюда. Ты что там натворил? Посмотри, среди целых подсунул 10 разбитых. Раз ты за них заплатил, значит они были целыми. Воришки. Кто научил тебя таким штучкам? Киастрино? Киастрино учит меня только как вести дела. И воровать. А знаешь почему? Потому что он вор. Смотрите, я скажу Киастрино. Скажи, скажи ему, он знает, что о нем думает. Всего хорошего, сеньор мэр. Почему ты его не арестуешь? Вот я бы тебя арестовал за мошенничество, ясно? Вот, держи. Спасибо, сеньор мэр. Так-так. Сеньор мэр. Да. Грозный мэр, который все изменил, это действительно я. А несправедливость есть всегда. Маленькая и большая. А пока начните наказывать мелких воришек. Я бы предпочел начать с больших. Простите, вы из какой партии? А вы? Ой, я больше ни во что не верю. Возможно, потому что у вас есть все, что вы хотите. Я считаю, что в жизни имеет значение только деньги. Нет, это не то, что вы думаете. Это не искренне. Я должна идти. Хотите, я вас провожу? Да. Нет, спасибо. Мне лучше пойти одной. До свидания. Хорошего дня. Пока, Катерина. Пока. Милая. Золотце. О, бедное создание. Наконец-то мы ее нашли. Сладкий ангелочек. И по морям, и по горам ее искали. Знаешь, мы ведь тоже мамы. Только мама может понять. Какие прекрасные волосики. Вы слишком добры. Выпейте коньяка, синьора. Боже, какое чудо. Какие глаза. Какая головка. Присядьте, попейтесь на мечай. Возможно, от Марсала вам будет лучше? Официант, Марсалу. Мы до сих пор не знакомы? Нет, Менторси. Очень приятно. Очень приятно. Позвольте, Марини. Очень рада. Очень приятно, Альбертоки. Не знаю, знаете ли вы... Холодильники Альбертоки. Прошу прощения. Вы позволите? Муниципалитет Понторно приглашает вас незамедлительно прибыть в данный кабинет для личного общения. Что-то не так? Нет, нет, ничего. Привет. Поехали все вместе в Сан-Рему. Устроим караван из машин. Да, здорово. Вы тоже поедете, синьора? У меня ребенок, я не смогу. Гуги, а ты поедешь? Она явно немного чокнутая. Я бы сказал, она большая нахалка. Не бросайте нас, синьора. Нет, спасибо. Мы едва успеваем переодеться, с вашего позволения. Что ж, тогда пошли. Когда отпуск закончится, куда ты поедешь? Я бы хотела найти способ никогда тебя не покидать. С каждым днем я люблю тебя все сильнее. И мысль о том, что нам придется расстаться. Ты тоже поедешь в интернат? Но это немного сложно. Ты еще слишком маленькая, чтобы понять. Все остальные дети всегда со своими мамами. Послушай, Катерина, не думай об этом. Даю тебе обещание, мы больше никогда не расстанемся. Муниципалитет. Ментор Сианна Мария. Родилась в городе Риво 26 января 1925 года. Проживает в Милане по адресу улица Делла Роза, 23. Состоит на учете в управлении полиции Милана. Проститутка. Присядь. Почему бы тебе не собрать чемоданы и не вернуться в Милан? Я здесь с дочкой, ей нужен морской воздух. Вот как. У тебя есть деньги? Я же сказал вам, я на отдыхе. И насколько ты здесь задержишься? 15 дней, если получится больше. И отдыху конец? Будь внимательна. Ты остановилась в отеле первого класса. Никаких историй. При первом же скандале? Ясно? Что касается меня, то я с тобой не знаком, и кто ты такая, не знаю. Спасибо. Смотрите, дело срочное. Хорошо. Большое спасибо, сеньор мэр. И спасибо, вы были правы. Разрешите, сеньор мэр? Новости? Никаких. До свидания. Ты красавица. Ты чудесная девушка. Я не девушка, у меня есть муж и дети. Для меня ты девушка. Клаудио! Слушай, а после отпуска? Ё-моё, давай не будем об этом. Мама, отпустишь меня поиграть с Бруно? Да, а потом я еще научу тебя плавать. Ай-яй, горячо. Лапочка. Сразу видно, что настоящая сеньора, правда? Главное, чтобы девочки не было рядом. Присмотрите потом за ней. Да-да. Ха-ха-ха-ха. Слушай, ну, я буду путь. Мё-ха-ха. Будьте поиграть с ней. Главное, перед пучкой, Главное, перед пучкой. Будьте поиграть с ней. Дреставец. Главное. Нахалка. Мне здесь не весело. Никак не получается развеселиться. Меня все раздражает. Думаю, я ненавижу всех на этом пляже. По-моему, есть и приятные люди. О, они так скучны. Вы единственная красивая, а все остальные чудовища. А я люблю море, солнце, небо. Мне кажется, здесь очень красиво. Или ошибаюсь? Мне это ни о чем не говорит. Я бы осталась здесь навсегда. Что вас останавливает? Знаете, мне приходится во всем заботиться самой. Хотите пойти под мой зонтик? Да. Вот так. Кстати, я тут не смогла обналичить чек. Вы не одолжите мне немного наличных? Вам тысячи две-три? Мне бы пятьдесят тысяч. Завтра я обналичу чек. Здесь у меня ничего нет. Не можете? Мне очень жаль, но я не знаю, как. Думаю, что... Что? Уже не знаю, что хотела сказать. Вы же не одолжили ей денег? У меня здесь с собой нет. Ну, слава богу, вы бы их больше не увидели. Разве она не богата? В долгах, как в шелках. Проглотила уже десятки миллионов. Миллионов? Эстер! Синьора Анна Мария! Давайте сходим к сиренам. Идемте. Уже поздно. В другой раз. Иди, иди. Ну, ладно. Присмотрите? Да. Мне так одиноко, так скучно без моего мужа. Можно сказать, что всю свою жизнь он проводит в клинике. Он болен? Нет, он хирург. Он директор клиники в Милане. Совершенно его не вижу, словно его не существует. Представляю, сколько у него медсестер. Ну, да. Вы могли бы стать медсестрой и быть рядом с ним? Я вас умоляю, я бы не продержалась и дня. А я бы хотела быть медсестрой и помогать страждущим. Им хорошо платят? Какие странные мысли. У меня есть сестра, а она не прочь поработать. Нужно закончить двухгодичные курсы. Милейшие дамы! Сеньоры, идите к нам, мы ждем вас уже столетия. Давайте. О, боже, этот Альбертоки. Теперь мы от него не избавимся. Воображает, если чуть разжился деньгами, то теперь он хозяин пляжа. Мне сказали, что во время войны он зарезал человека за грузовик с повидлом. Не может быть. Вряд ли, конечно, он просто мошенник. Доброе утро. Здравствуйте, сеньоры. Как дела? Отличный день, правда? Искупались? Да. Занимаюсь гаданием. Дайте-ка руку. Предсказываете будущее? Нет, угадываю прошлое. Предсказать будущее не может никто. Прошлое я уже знаю, а вот в будущее бы заглянуло. Чтобы заглянуть в будущее, нужно верить в судьбу. А сам в нее не верит. Нет уж, решительно отрицаю существование судьбы. Все только вопрос воли. Возьмем, к примеру, меня. Во время войны я с моим папой. Карли, это прошу, не нужно про войну. Ладно, не касаясь войны, в какой-то момент своей жизни я спросил себя, что требуется миру сегодня? Чего он требует от меня? От Карла Альбертофи. Каждый день миру требуется новый товар. Главное его угадать. Сегодня свежевыжатый томатный сок, завтра застежка молния. В следующий раз нейлон. И шелку конец. Когда война подходила к концу, Карли, это не нужно про войну. Меня осенило, что средиземноморская цивилизация, средиземноморский гражданин, нуждаются в домашнем холодильнике. И я им его дал. Основал завод со 150 работниками. И даже с работницами? Нет, боже упаси, никаких женщин. Женщина создана для дома, для чувств и, скажем прямо, для любви. Ну, женщина может быть одна, и ей может понадобиться работа. Ах, оставьте. Женщина по жизни никогда не пропадет. Особенно, если она одна. Вы только взгляните на эту восхитительную ножку, можно? По ней все понятнее, чем по руке. Спокойно, дамы, спокойно. По одной, по одной. Фу, сегодня мы снова под этим телескопом. Ну, вы же красивы. Старайся вести себя непринужденно. Что же вы делаете, сеньора? Он уже час смотрит на нас в бинокль. Ну и пусть. Так вы мне все испортите. Что я вам испорчу? Вы что думаете, я здесь на пляже развлекаюсь? Отдых меня не волнует. Я здесь ради него. Ради него? Сеньора, постарайтесь меня понять. Одно его слово может полностью изменить мою жизнь. Подобраться к нему, конечно, очень сложно, но в таких делах я терпеливый, словно мул. Вот жена подтвердит. Это уж точно. Потому что я хочу сыграть наверняка. Видите ли, сеньора, в делах, как с женщинами. Нужное слово в нужное время. Я ошибаюсь, или начинается дождь? Гляньте на тех двоих. Боже, какие они белые. Вот так типы. Чего они смеются? На нас же без слез не взглянешь. Мы как два червяка. Да ладно. Я бы перекинулся в покер. Все равно пошел дождь. Точно. Решено. Пусти меня. Дождь пошел. Пошел вон. Кто бы мог подумать, что сегодня будет дождь. Это все солнечные пятна. Ты же знаешь, что я не люблю дождь. Какой разговор, дорогая, хочешь, сейчас же уедем. Можете отправиться на Луну. Можете отправиться на Луну. Как дела? Хорошо. Так же, как погода. Солнце скоро вернется. Даже фельфебель так сказал. А если вы улыбнетесь, вернется сразу. Я привыкла улыбаться, даже когда мне этого не хочется. Тогда что-то действительно не так. Я могу вам помочь? Просто плохое настроение. Но это мелочь, извините. Вы не должны извиняться. В конце концов, раз вы вышли в Панторно в какой-то степени, я за это отвечаю, не так ли? Нет, дело не в этом. Панторно мне нравится, но... Катерина, иди, принеси себе мороженое. Но не уходи слишком далеко, ладно? Да, мама. Дайте мне мороженое, лимон и шоколад. Сию минуту. Присадим на минутку? Да. Смотрите, как она счастлива. Да, я привезла ее сюда, потому что ей нужен морской воздух. Если получится, хочу остаться здесь навсегда. Здесь в Панторно? Да. Я не могу, не хочу больше возвращаться в город. Вот почему я так озабочена. Знаете, после войны я осталась одна. Чего желаете? Пива. Ничего, спасибо. Я имела дело с юристами, и потом подала иск. Сегодня мне написали, что я потеряла все. У меня больше не гроша. Вы мне не верите? Не смотрите на меня так. Мне нужно найти работу. Но вам не хочется несколько дней подумать, прежде чем принять такое важное решение. И потом найти работу непросто. О, да, я хорошо это знаю. Вы единственный человек, который может мне как-то помочь. Да, во мне часто нуждаются. И тогда все очень любезно. А вот насколько я могу рассчитывать на других, я не знаю. Я могу работать в отеле. Быть гардеробщицей, официанткой, кем угодно. Ведь мне придется начать все заново. Хоть это и будет очень сложно. Но вы хорошо это обдумали? Да. Работать здесь на тех же людей, рядом с которыми жили до сих пор? Привет, Катерина. Тебе нравится жить в Панторно? Знаешь, что мама может остаться здесь с тобой навсегда? Сделаю все, что смогу, сеньора. Спасибо. Да за что? Каким бы я был мэром, если бы не заботился о наших гостях. Пойдете гулять сегодня вечером? Да, наверное. Если у меня будут новости, я сообщу. До свидания, сеньора. Пока. Пока. Вы были правы, сеньор генерал. Погода наладилась. Ага. Хорошего вечера. И вам. Хорошего вечера. Пока, пока Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да, аппарат неплохой, но... Понял, понял, спасибо. Сейчас мы все устроим. Но что он имел в виду? Я не знаю. Болван. Почему же вы его не спросили? Циц-болван. Итак? В девять она заходит с ребенком в комнату и остается там. Вы заглянули в чемодан, ящики, в переписку? О, нет, сеньор. Плохо? Плохо ты знаешь свое дело. Ищи, смотри и все мне докладывай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моя машинка, немного покоя, моя любовь рядом и знать, что у всех все хорошо. Да-да, войдите. Спасибо. Приезжаю завтра утром с мамой, бабушкой и детьми. С нами едет мой кузен, хочет с собой познакомиться. Точка, целую, забронирую номер и кабинку на пляже. Точка, Луиджина. Ты слышала? По правде говоря, твоя жена мне симпатична. К тому же, знаешь, мы поладим. Не пойдете на танцы? Пойдем, пойдем, позже. Хорошего вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты в своем уме? Оставь меня в покое, сегодня решающий вечер. Да подожди. Теперь ты говоришь подождать? Ты же знаешь, у меня шестое чувство. Ну да, как же. Все, панели пропал. Проходи. Мое имя Альберт Токки. Разрешите вас на пару слов? Нет. Добрый вечер. Добрый вечер. Гуляй дальше одна. Меня немного подташнивает. Дурак. Что ты съел, папа? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы идете на танцы? Нет, не сейчас. Пойдемте. Немного попозже. Тогда увидимся позже, пока. Добрый вечер, сеньора. Прогуляемся? Да, сеньора. Добрый вечер. Какой облом. Какой облом. Добрый вечер. Ты куда? Я занят, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добрый вечер, сеньора. Добрый вечер. Милая. Как вы сказали? Я сказал милая. И снова милая. Вот. Вы не так меня поняли. Я просто хочу поговорить. Можно же поговорить? Мне так одиноко. Знаете, когда я начинал с нуля, такого не было. Теперь, когда мы богаты, моя жена думает только об одежде и украшениях. Она больше меня не понимает. О чем вы, сеньор Альбертоки? На что вы жалуетесь? Ваша жена так мила. Змея подколодная. Наверное, вы сегодня немного не в духе. Не говорите так. Отчего же? Я очень спокоен. Мне всего хватает. Просто мне нужно немного поэзии. Не думайте, что бизнес сделал меня импотентным. Мое богатство внутри. Чувства рвутся из меня наружу. Меня распирает. Сеньора Анна-Мария, вот что. Примите холодный душ. Поехали. Поехали. КОНЕЦ КОНЕЦ Виски. Двойной виски, пожалуйста. Минеральная вода, пожалуйста. Слово. Интересно, есть ли жизнь на звездах? А кто его знает? Только этих забот нам еще не хватало. Может и там наверху есть существа с душой, как мы. Да, дорогая. Все, мысли, мысли Мой муж Мой муж Касабланка, Рим, Париж, Стокгольм Ты его любишь? Очень Спиритчуэл лав Латоническая любовь Духовная Так значит, эта женщина была совершенно обнажена? Именно так Она была блондинкой или брюнеткой? Честно говоря, волос я не видел Так все-таки это была она или нет? А кто знает? Пусть войдет Войдите Что вам опять нужно? Я хотел бы узнать, не было ли море сегодня ночью слишком холодным Я не понимаю Сегодня в полность женщина купалась обнаженной Это была ты Ложь Есть свидетели, они тебя узнали Вчера вечером я даже не выходила из отеля Ну да, разумеется Это ведь легко проверить, не так ли? Если это не ты, тогда кто это мог быть? Откуда мне знать? На учете стоишь только ты Ну да Остальные ведь все дамы Ну ладно Но ты могла бы оказать мне услугу и сказать мне, кто это сделал Я же сказал вам, что я в отпуске И такие удовольствия не по мне Как хочешь, но на твоем месте я бы вел себя повежливей Свободно В общем, поскольку дорога слишком узкая Поставь один знак стоянка запрещена там И еще один вон там Хорошо Синьор мэр Вот жалоба от рыбацкого кооператива Взгляните, пожалуйста, и потом поговорим Ладно, посмотрим, удастся ли добиться от них согласия Да, вот еще что Вы вызвали синьору Менторси? Да, из-за ночного скандала И вы разыскивали именно ее? Скажу вам по секрету Только она одна состоит на учете Но она хорошая девочка Хорошего дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Папа, Марко сказал мне, что это поезд рогатых мужей Что это значит? Это значит, что нечего общаться с хулиганами Бруно Панторно? Какая же ты черная И даже слегка похудела Я бы сейчас проглотил парочку осьминогов Держи, отнеси в коляску Тереза, смотри, кто приехал Синьора Альбертоки, как поживаете? Привет, а ты постарел? Неправда Да-да-да Синьора, вы не видели мою жену? Она была в отеле Ну что, пойдем? Пошли, мне нужно столько тебе рассказать Роберто! 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 Давайте, позовите вы Папа, папа! Нигде его нет Привет! Здравствуй, милая Так приятно видеть вас снова Не на секунду тебя не забывала, дорогой Хотелось бы верить Такой ты мне нравишься Это Рикардо Как поживаете? Очень приятно Пошли, Гория Прошу, синьора Давай, малыш, забирайся Положите это там Так ты нашел подход к старику? Нет Нет? И что, по-твоему, он скажет о нашей идее слияния производства обогревателей и холодильников? Ну, я думаю Ты правда хочешь, чтобы я сказал тебе откровенно? Выкладывай Не знаю Но я специально приехал Отель Палас Как же так? Ты здесь уже месяц? Дело непростое Клянусь тебе, что... Да успокойтесь, вы хоть на секунду Он получил телеграмму? Это в его духе Он такой рассеянный Пошли Исчезни Дорогой, прости, я проспала Пойдем закажу тебе хорошего чая Знаете, синьора, вы, кажется, помолодели Правда, у вас прямо стакан молока, пожалуйста Как не стыдно, синьорина, в вашем возрасте до сих пор молоко Да, я еще не курю Почему? Просто так Ничего, так, девочка, да? О, простите, синьора, прошу прощения Что поделаешь, когда вижу красоту, прихожу в восторг Ты все такой же А вот ты нет Два карпана Ты молчишь, потому что у тебя есть жена Доброе утро, синьора, выпейте с нами? Да Вы никогда ничего не пьете, но после купания аперитив не помешает Ну да Дорогая синьора, хочу познакомить вас со своим другом Луиджи Еще одним промышленником из Рима Мы римляне, на миланской выставке Очень приятно Мы всех ошеломили Мне тоже Не одним же миланцем Он король обогревателей Мы старые друзья Он греет, а я охлаждаю Метко я сказал О, Господи Мы знакомы всего пару дней, но уже в одной маленькой компании Вы извините, мне нужно идти Пожалуйста Доброе утро Карлуччо, пойду переоденусь С вашего разрешения Увидимся позже, синьора, до встречи Слушай, ты где ее встретил? Здесь на пляже Приятная, правда? Очень Да, но предупреждаю, это дохлый номер Но ты-то попробовал? Я? Боже упаси Мне-то зачем? Она недавно овдовела С маленькой дочкой И она такая, очень серьезная Серьезность всегда имеет предел Особенно на море Думаю, можно играть наверняка Так-то да Но в данном случае расчет неверный В данном случае, раз она вдова И с маленькой дочкой, которая будет немного отвлекать Это займет несколько дней Слушай, Луи-Джино Мне тебя жаль Ты тщеславен Почти до вульгарности Вот как? Да Тогда для начала Я сегодня поужинаю с ней наедине М? Ладно Вот моя рука Ставлю 50 тысяч лир По рукам 50 тысяч Согласен? Да Разрешаешь мне потом посмеяться? Да, потом посмейся Посмеюсь Да-да, потом посмейся Пока Вчера вечером вы не пришли гулять? Я не выходила Решила, так будет лучше Почему? После вчерашних новостей не хотелось ходить в толпе счастливчиков Я искал способ вам помочь, но это оказалось не так просто, как я думал Знаю Мне всегда не везло, когда я пыталась найти работу Однако шанс есть Один мой друг, управляющий отелем, по-моему, настроен неплохо Но знаете, как бывает С клиентами обращаются хорошо, а с персоналом совсем по-другому У меня нет рекомендаций Чтобы их иметь, мне нужно было работать раньше Да, конечно Еще начать работать не так-то просто Для Катерины я готова на все Так всегда говорят В любом случае, завтра управляющий даст мне свой ответ Значит, можно на это рассчитывать? И на рекомендацию? Я лично поручусь, что вы честный и надежный человек Вы плохо меня знаете, чтобы взять на себя такую ответственность Я пришел именно, чтобы сказать вам, что это сделаю Нет, я не хочу Почему? Поверьте Я не могу это принять Жизнь научила меня судить о людях по личному впечатлению Я вам доверяю И хочу помочь, насколько в моих силах Завтра я получу ответ и приду вам его сообщить Я очень рада Особенно за девочку Для вас это тоже важно Теперь мы начинаем думать Официант Паприку, перец и английскую горчицу, острую Сейчас ты увидишь Коснятина Начинаю чувствовать себя все лучше Ваше здоровье Это, конечно, терапия Комендаторы, что скажете? Красота, правда? Изумительно Пятьдесят тысяч Ты сошел с ума Чувствую, ты их проиграешь Если нет подвоха, выиграю Есть там подвох, есть Ты же знаешь, он мошенник А я кто? Болван? Успокойтесь Извините, сеньор Проходите Роберто эгоист Я его хорошо знаю Это уж мне судить Я его жена Что угодно, дамам? Всем ветчину и инжир Вы же не против? Да, хорошо Прекрасно Поставь туда Да, сеньор И умоляю, не оставьте меня безо льда Ради бога Конечно, сеньор Там есть? Да, сеньор Отлично Добрый вечер Добрый вечер Послушай, Анна Мария Приглашаю тебя сегодня за свой столик Я не могу Меня все знают Но мы давно знакомы Не рассказывай сказки Я уже накрыл столик на двоих Что тут плохого? И ребенка возьми с собой Я объясню тебе позже Пожалуйста, оставь меня в покое Не губи меня Ну, раз так Не понимаю только Почему ты не хочешь? Имей в виду Я все-таки джентльмен Извини, на нас смотрят Сеньоре угодно закуски? Да Сеньор ест один Да Что я тебе говорил? 50 штучек Принеси мне бифштекс Да, сеньор Все в порядке? Все хорошо, мадам? Да-да, все хорошо Я пришла попросить вас об одолжении Уже 50 лет не делаю одолжений Я платила счет в отеле непокрытым чеком И если завтра у меня не будет 100 тысяч лир, меня посадят в тюрьму Ты никогда там не была? Нет А я вот был Уверяю тебя, для тебя это идеальное место Ничего не тратишь Суп отличный Ни тебе виски, ни рулетки А когда выйдешь, будет что рассказать твоим друзьям-экзистенциалистам Реабилитационные клиники стоят слишком дорого Почему вы не хотите мне помочь? Не распускай руки Эти вещи меня давно не интересуют Вы хорошо знали моего отца Много дел с ним провернули Терпеть не мог твоего отца Вы чудовище, а не человек А разве кто-то говорил противоположное? Я не проиграл Пари Я передумал, потому что тому есть причины Слушай, дело не в 50 штуках Потому что мне они сами знаешь, ради бога Ну что ты Так что же это за причины? Слушай, Карлетто, давай не будем Это вопрос довольно деликатный Тогда давай так Ты остаешься деликатным, даешь на 50 тысяч лет, и мы в расчете Да не могу я тебе их отдать Ну А в таком случае я же имею право знать, или как? Поклянись, не трепаться, даже жене Ладно, жене тоже не скажу Хватит уже, не тяни Да нет Как это нет? Слово даю В каком мире мы живем? Тогда к чему ей ломать всю эту комедию? Так это из-за ребенка У бедняжки сейчас каникулы Да, я сразу почуял подвох Да-да Да что ты говоришь? Вы отвезете меня в Ниццу? Ницца Ницца Канны Париж Садись Спасибо Ох уж эти бесконечные воскресенья Как скучно Так, ну вот Песок, ракушки Все есть Мама, а кто будет давать приз? Синьор Киастрино Как думаешь, я выиграю? Ну не в этот раз, так в другой Давайте не упустим этот шанс Чтобы его зацепить, нам придется выиграть приз Мы победим, вот увидишь Поверь мне Есть у меня козырная карта Тогда почему бы тебе ее сейчас не достать? Чтобы остальные нас обставили? Синьор Киастрино Это все, что я нашла Расходы Понедельник Вторник Среда Да, стой ты спокойно Вот мой трюк Италия Да это бог Выше нос Вот так Ты сама построила? Да, сама Тогда ты победила Мудрое решение А ну замолчи Ладно, не трогай его Но Возможно, это не очень справедливо А что, в ее простоте есть своя поэзия Да-да Может быть, но Нет-нет, красоты здесь нет Но дети должны привыкать к несправедливости И как можно скорее Пойдем, детка Синьор Киастрино Оригинал А вот и приз Пошли играть вместе Пошли играть вместе Но синьора Но синьора Это всего лишь детские игры Чтобы выигрывать призы Нужно быть Потаскухой Но победила синьора Анна Мария Да, чтобы вы знали Что? Тереза Ну-ка, замолчи Родись я заново Тоже бы так сделала Вот уж ты удружил Она поклялась мне, что никому не расскажет Да ну тебя Пойдем-ка, милая Иди сюда Пошли Мама 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 Что такое? Почему тебя все бросили? Не знаю В чем дело? Что сделала моя девочка? Что произошло? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Что такого сделала Катерина, что нам не разрешают больше играть вместе? Я знаю. Если знаешь, скажи. Давай же, говори. Что ты там знаешь? Что она потаскуха. Что это значит? Не знаю. Пошли играть. А ты иди домой. Почему? Потому что ты трепло. Иди домой. Пошел вон. Иди домой. Да нет же, я вас понимаю. Немного взаимопонимания, дамы. Вы поселили нас рядом с этой бабой, дверь к двери. Случайно, синьора. Я свободных взглядов, но здесь же дети. Ох, к счастью, мои не знают итальянский. Это ночлежка. Уверяю вас, она уже пакует чемоданы. Она уедет через пару минут. Не нужно скандалу, успокойтесь. Чуть-чуть терпения и все. Мы настроены решительно. Либо она, либо мы. Да, синьора? Вы слышали про скандал? Да. И что? Рассудим, синьор мэр. По-вашему, разве мы можем жить в одном отеле с этой женщиной? Я думаю, да. Прежде всего, мы волнуемся о детях. О, не стоит волноваться. Ничто не помешает вашим детям стать такими же, как вы. Невероятно. Успокойтесь. Кем он себя возомнил? Шут Гороховой. Да, ну успокойтесь. Очень вас прошу, пожалуйста. Успокойтесь. Он пошутил. Синьор мэр. Синьор Альберт Оки. Почему вы уезжаете? Когда вы обо всем узнали? Неважно. Вы не должны уезжать. После того, что произошло, я бы предпочла с вами больше не встречаться. Идемте со мной. Носильщик. Возьмите эти чемоданы. Пойдем, Катерина. Это не первый раз, когда я пытаюсь изменить свою жизнь. Всем не обещают. Но когда узнают правду, у них опускаются руки. А авторитет у меня пока есть. Смотри. И теперь он в вашем распоряжении. Другие окажутся сильнее. И пытаясь помочь мне, вы потеряете и свой авторитет. Но это мы еще посмотрим. Они делают вид, что не замечают, а я чувствую, что не сводят с меня глаз. Как стыдно. В вашей жизни это отличный шанс забыть про стыд. Нам еще далеко. Уже пришли. Карло, я привел к тебе женщину, о которой мы говорили. Синьора Анна-Мария Менторси. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаешь, я хотел бы еще немного подумать, прежде чем дать тебе ответ. Но ты же меня обнадежил. Тогда я прошу тебя как друга. Сезон уже в самом разгаре. У меня уже много персонала. Боюсь, я ничего не смогу сделать. Почему? Можно тебя на пару слов с глазу на глаз? У меня в кабинете. Простите. Простите. Не садись. Этот отель мне не нравится. Лучше пойдем в другой. Нужно быть скромнее, зайка. Нам устроиться хотя бы здесь. Дали бы нам комнатку в мансарде, но на все лето. А море будет видно? Скорее всего, нет. Но зато мы будем вместе, хотя бы по вечерам. А днем нет? По воскресеньям. Мама, а почему ты поменяла отель? Окажи мне эту услугу. Ты же пообещал. Очень жаль, но не могу. Слишком большой скандал. Извини, Сильвио. Исключительная ситуация. Если бы я тебе все рассказал. Нет, дело не в этом. Я уже решил, ничего не получится. Куда вы направляетесь? Я должна уехать, потому что я недостойна работать ни в одном из ваших отелей. Управляющий отеля прав. Он не настолько богат, чтобы презирать мнение своей клиентуры. Что же делать такой женщине, как я? С руками, как у вас, ни поварихой, ни официанткой не станешь. Что же я должна делать, чтобы остаться с моей дочерью? Хотите совет? Советы давать легко. Так возьмите меня под руку. Мир устроен определенным образом, и нам его не изменить. Вас упрекают не за то, кто вы такая, а за то, что вы не добились успеха. Смелее. Возьмите меня под руку. Доверьтесь моему опыту. Моя рука – последний шанс, который у вас остался. Умница. Вы не глупы. Видали? Лучшая сенсация сезона. Да уж. Знаешь, я думаю, что... Добрый вечер. Хорошего... Но... Ну, вы ведь были подругами. Начни все сначала. Наладь с ней связь. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы видели? Добрый вечер. Добрый вечер, сеньоры. Добрый вечер. Добрый вечер. Поверьте, они здороваются не с нами. Они приветствуют не меня или вас. Они приветствуют миллиард. Учитесь судить о них так, какие они есть на самом деле. Эти мужчины хотели стать великими ворами, но, как правило, им это не удалось. Воровать тоже непросто. Их жены – бедные создания, продавшие себя мужьям. И единственная форма их бунта сводится лишь к какой-то измене. Слабое удовлетворение. Я знаю, почему вы плачете. И вы правы. Он хороший парень. Хотел изменить свою жизнь. Но это невозможно, не изменив все остальное. И он это знает. Он слишком молод и горяч. Он хотел бы сделать многое, посадить воров в тюрьму, спасти проституток и, возможно, слегка уменьшить мое состояние, но еще слишком рано. На данный момент я тот, кто держит ситуацию под контролем и может сделать что-то для вас, не попросив ничего взамен. Завтра вы будете свободно выбрать ту жизнь, которую пожелаете. Если захотите быть честны, работать, любить мужчину и страдать, я точно не буду тем, кто будет вам мешать. Все предопределено. Все предопределено. Смотри у меня, чтобы все было сделано аккуратно и со вниманием. Будьте уверены. Приветствую, приветствую. Добрый вечер, мадам. Ключ от 38-го. Сию минуту. Добрый вечер, сеньора. Добрый вечер. Ключ. Вот он. Прошу вас, сеньора. А теперь идите отдохните. А завтра поговорим о вашем будущем. Вот, пожалуйста. Хорошего вечера, сеньора. Отныне все будут со мной здороваться. Закадровый перевод Александра Герусова. 2023 год. Конец. Пляж. Фильм Альберто Латуаде.